Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. То, что происходит на финансовых площадках, безусловно, по степени волатильности и интереса зашкаливает. Мы фактически не можем отдохнуть ни одну торговую сессию. Вроде бы как тема уже приелась, связана с конфликтом США и Китая. Мы уже начали прогнозировать, каким последствиям это приведет для мировой экономики, для отдельных регионов. Стали заходить с этой позиции на то, что может случиться с финансовыми активами, которые стоят за этими регионами. И вот, пожалуйста, снова разворот на 180 градусов в плане рыночных настроений. И этот разворот, как молния новостная, которая пришла на финансовые площадки, вчера очень резко изменила, собственно, настроение. На рынке мы увидели снова интересы к нефтянке, к прочим сырьевым активам. Мы увидели оживление доллара и выход трейдеров из защитных инструментов. Очень это было заметно в нисходящей динамике франка, иены и золота. Ну, надеюсь, друзья, то, что даже если у вас не было возможности в моменте отследить и оценить новостной фон, вы прекрасно заранее уже осознавали на фоне подобной динамики, что если участники рынка выходят из защитных инструментов, в то время как мы говорили о значительных глобальных рисках, значит, эти риски уже не такие и актуальны. Именно, в принципе, это и произошло, потому что, как стало известно, в ходе телефонных переговоров, которые провели вчера, вице-премьер Люхе, то есть вице-премьер Китая, а также Лайтхайзера и Мнучин, которые нам известны как делегация переговорщиков из США, и приняли решение пока с отсылкой на Трампа отложить введение таможенных пошлин, вот этих 10%, которые мы ожидали в сентябре. Это решение было принято до 15 декабря. То есть здесь сразу нужно сделать акцент на то, что их всего лишь отложили, друзья, а не отменили. Может быть, позитив в том русле, в котором, в принципе, не ожидался и привел к такой реакции. Ну, мы все-таки стараемся делать с вами акцент на долгосрочные перспективы и заранее должны понимать, что, в конце концов, Трамп вернется своей прежней жесткой протекционистской позиции. И вот уже ближе к концу декабря все-таки анонсирует вот этот новый пакет торговых ограничений. И сейчас, вот сегодня, кстати, перед брифингом читал статью Goldman Sachs, которые попробовали разобрать ситуацию, почему так меняется риторика Трампа. И разобрали ее с плоскости того, что Трамп таким ходом продемонстрировал не намерение и желание США вести конструктивные переговоры с Китаем, а только лишь отразил осознанные политические риски, с которым может столкнуться он лично со стороны своего электората. Потому что если бы сейчас в сентябре пошлины бы вступили в силу, то с лагом примерно через два месяца эти пошлины откликнулись бы на американских потребителях, отразились бы, потому что выросли бы цены и так далее. А если через два месяца после сентября, фактически это уже рождественские праздники. В общем, он предпочел не сгущать тучи и не создавать собственноручно риск для своих будущих политических очков. Поэтому в целом это решение можно оправдать только лишь личностными мотивами и эгоизмом Трампа. Вы должны, друзья, это уяснить. И если основа вашей спекулятивной деятельности составляет долгосрочные позиции сделки, то нужно зрить в корень и понимать, что вот эта геополитическая картина торговой напряженности никуда не делает. К ней мы вернемся, друзья, и вернемся с прежним акцентом на важность ухода трейдеров в защиту. Ну а теперь давайте поподробнее по основным активам. Нефтянка, как я уже отметил, будучи рисковым инструментом на смягчение позиций Трампа вчера отреагировала ростом. Сейчас котировки 60-67. До тех пор, пока мы не оказались выше 63, я рекомендую сохранять короткие позиции. Опять же, если мы посмотрим на риски, которые остаются на рынке, почему все-таки, если оценить динамику доходности облигаций разных стран, мы даже по прошествии вчерашнего позитивного дня все равно придем к выводу о том, что очень большой риск рецессии. Да и дело в том, что по статистике мы не раз с вами говорили, что состояние экономик буквально удручающее. Несколько часов назад вышли данные по промышленному производству Китая. 4,8% с 6,3%. Друзья, это худший показатель за многие-многие годы. Дальше мы перейдем на европейскую статистику. Еще один, пожалуйста, тревожный сигнал, в принципе, демонстрирующий, указывающий на всем известную слабость валютного блока по Англии. То же самое по Канаде, по Австралии и Новой Зеландии. В принципе, это картина фундаментальной слабости, характерна для всех. Поэтому слабая статистика, будущие показатели, собственно, замедления роста Китая, это негатив, который должен сейчас дисконтироваться в стоимость нефтянки. Плюс ко всему, сегодня в 17.30 данные по запасам нефти США. Вчера вышел отчет от Американского института нефтезапаса. Выросли. Если официальные данные покажут тоже статистику со знаком плюс. Вот, пожалуйста, еще один триггер для снижения цен на нефть. Доллар иена 106.47. Опять же, поддержку доллар иена получила. Почему? Потому что вырос доллар после выхода данных по инфляции, оказавшийся лучше. Прогнозы это отчасти снизило шансы и вероятность того, что ФРС будет агрессивничать в плане снижения процентной ставки. Но я думаю, что такие выводы можно делать только лишь поверхностно. Потому что один отчет, он в целом не изменит тенденцию снижения ставок, которая, на мой взгляд, уже стала очевидностью. Ну и с точки зрения торгового позитива, о котором я только что говорил перед нефтянкой, безусловно, это снизило спрос на защитную иену и привело к тому, что шансы у доллара вырасти локально возросли. Поэтому мы отбились от поддержки 105, ушли в район 106.47. Но, опять же, я не вижу серьезных предпосылок для того, чтобы рост пары был продолжен. Золото, так же, как и в случае с иеной, скорректировалось с шестилетнего максимума. Ну, по иене, конечно же, были не такие значения. Но сам факт того, что золото и иены – это активы одной категории. Поэтому мы вернулись к поддержке 1500 долларов за тройскую унису. Я считаю, что это прекрасный уровень, чтобы снова заходить в длинные позиции. Евро против доллара на том же уровне, даже пониже, 1.1172. 2. Ситуация по макроэкономической статистике, как и ожидалось, поддержала идею того, что Европейский центральный банк обязан снижать процентные ставки. И прощальный раунд стимулов, как говорят, мы ожидаем в сентябре, потому что фактически с 1 ноября ЕЦБ будет возглавлять уже Кристин Лагард. По вчерашним данным, индекс оптимизма, оценки экономических условий Германии и ЗЮ, все, друзья, хуже некуда, ниже плинтуса, многолетние минимумы. Поэтому евро остается под давлением и продолжит снижаться дальше. Фунт против доллара. Также ситуация прежняя 1.2058. Мы ждем закрепления ниже планки 1.20. Сегодня выйдут данные по инфляции. Прогноз снижения с 2% до 1.9. При снижении инфляции возрастает вероятность новых стимулов монетарной поддержки экономики со стороны Банка Англии. Поэтому будем бороться за уровень 1.20. Доллар канадец 1.3221. Практически мы закрепились выше уровня 1.33. Но вот из-за того, что вчера мы наблюдали по доллару, пришлось и по отношению всплеска интереса к, соответственно, риску и восстановлению нефти, пришлось нам отступить, но, опять же, думаю, ненадолго. По австралийцу и новозеландцу ситуация не меняется. Может быть, с одной стороны, позитив, связанный с будущими торговыми переговорами, мог бы поддержать сейчас инициативу покупателей. Но вот последние данные по Китаю все-таки указывают на то, что китайская экономика своей слабостью будет оказывать давление на валюты стран Океане. Поэтому здесь все ожидания прежние, нисходящие. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.